Всем привет! Как вы уже догадались из названия видео, то это видео будет о обзоре косметики Катрис, вернее о некоторых её продуктах, которые я приобрела недавно. Это видео также можно назвать Get Ready With Me, Собирайся со мной. Также это видео будет из разряда First Impressions, первые впечатления о косметике Катрис, которую я приобрела. Я раньше никогда не пользовалась этой косметикой. Мне было очень интересно её попробовать, соответственно я это сегодня и сделаю. Все продукты, которые я купила, их было всего лишь 4. Всё, что я купила, я ещё не акцитировала. Сегодня буду делать это перед вами и вместе с вами. Ну и вот такие средства меня в принципе заинтересовали. Знаменитый их консилер-камуфляж, также не менее знаменитые бальзамы, плески и помады в виде ручки, румяна, именно в таком оттенке и хайлайтер. Блин, у меня всё лицо обсыпало, я не знаю видно вам или нет. В общем, всё как обычно. На лицо я уже успела нанести увлажняющую сыворотку и гель под глаза. Так как от Катрис я не приобретала тональную основу. И сейчас я нанесу свой сиси-крем любимый. Накрашу глаза тушью, сделаю стрелки. В общем, уже вернусь к вам готовая. Вуаля! Я уже нанесла тон, сделала стрелки, накрасила ресницы. И больше я ничего не делала. Я сейчас нанесу бальзам на губы, дабы их смягчить. И уберу волосы немножко, чтобы они мне не мешали. Вот так. Приступлю, потому что у меня разряжается камера. И я надеюсь, что мне хватит времени всё это попробовать. Вы уже могли видеть, из того, что я приобрела, есть консилер. И, соответственно, я им буду пробовать перекрыть свои какие-то недостатки на лице. И нанести на область под глаза камуфляж. Кремовый камуфляж в 0,10 оттенке Ivory. На лицо я уже нанесла кисточкой точечно. Замаскировала все недостатки свои. Чтобы не тратить время, я сделала это отдельно. Сейчас наношу пальчиками его под глазки. Соответственно, попробуем его, как он перекроет область. Круги мои под глазами, темные. Потому что сами высыпания перекрыл средне, так. Неплохо, в принципе. Лучше, чем мои предыдущие консилеры, корректоры. Он это сделал лучше. Но посмотрим сейчас, как он справится с моими жесткими кругами под глазами. Сам по себе он кремовый. И наносится он почему-то немножко суховато на кожу. Но перекрывает неплохо. Вот можете видеть разницу, да. Здесь у меня нет консилера. А здесь он есть. Вот такая вот разница. Сразу глазик такой приподнятый. Такой. Ну, какой-то вид лучше. Скажите. Как-то получше это все выглядит. Ну, в общем, общая картина вам ясна. Он перекрывает довольно-таки неплохо круги под глазами. Обычно я, когда распределяю сиси крем, я чуть-чуть наношу все-таки область. На область вокруг глаз. Сейчас я ничего не наносила. Я эту зону обошла сиси кремом. И он довольно-таки неплохо выровнял. Но хочу сказать вам, что он чуть светлее. Но, в принципе, он как-то не подстроился под кожу. Как-то выглядит неплохо. Может быть, на камеру кажется и светлее, наверное. Не знаю. Мне кажется вообще, что я как китаянка какая-то. У меня всегда так, когда я прорабатываю очень тщательно эту область под глазами, то у меня глаза становятся уже еще и за счет стрелок. Но мне общая картина нравится. Сам консилер неплохой. Кремовые текстуры я такие не очень люблю. Но я его очень хотела попробовать. И, в принципе, я пока довольна. Не знаю, как он будет носиться в течение дня. И не знаю, засниму я вам или нет. Как он себя повел. Потому что камера может сесть в любой момент. Но постараюсь, если будет возможность. Потому что, в принципе, нанесла я его не так уж и много. Но он все, в принципе, перекрыл. И мне интересно просто, как он быстро скатается. И мои круги под глазами, они имеют свойство проявляться через консилер через какое-то время. Еще я приобрела вот такие вот румяна. Вот Catrice. Такой очень, очень такой деликатный оттенок. Он темноватый такой, пыльно-темноватый розовый оттенок. Прикольный, красивый. Мне он понравился больше, чем все остальные. Потому что все остальные какие-то слишком очень розовые. Слишком какие-то очень яркие. Это не для меня, не для моей внешности. Вот при наборе на кисть я вижу, что они очень мягкие. И они могут пылить. Хотя это может, в принципе, и из-за кисти все. Наносится неплохо. Но я не могу сказать, что это такой оттенок, который как-то делает выразительно очень область скул. Или наших счетчик. Но довольно-таки неплохой цвет. Наношу похлопывающими движениями. Потому что боюсь, что кисть она растрясет все по лицу. Как бы новый продукт. Я с ним еще не знакома. Поэтому я немножко побаиваюсь такого эффекта. Я извиняюсь. Я смотрю, у меня здесь зеркало. Поэтому немножко так отклоняюсь от камеры. В целом, в общем, я вижу общую картину, что румянец у меня уже появился. И я не буду слишком наслаивать. Потому что я и так вижу, что на камеру уже видно. Хотя в жизни мне, кажется, ничего не изменилось. Это очень, в принципе, хорошо. Потому что, наверное, какой-то имеет перелив румяна. Они идут сатиновые. Они без какого-либо шиммера. Очень деликатные. За это они мне и понравились. И еще, что я приобретала, это был хайлайтер. Я вспомнила одно видео, которое я смотрела. По-моему, тоже про обзор Катрис. Либо кто-то просто покупал его. Неважно. Девчонка рассказывала, что вот этот вот выкручивающийся хайлайтер. Механизм как-то работает у него странно. По-моему, даже Катрина Берри рассказывала про этот хайлайтер. Точно не буду говорить. В общем, он не выкручивается вот так вот, как привыкли мы. С такими вот механизмами. Он, в общем, работает не так. И когда вы его выкручиваете, продукт не выходит. Только вы останавливаетесь, продукт начинает поступать на саму кисточку. И сейчас попробую нанести его. На те зоны, на которые я обычно наношу. Я распределяю дальше пальчиками. Потому что сама кисточка, вот это неудобно как-то наносить. Проплешинами наносится. Что хочу сразу заметить. Свечение очень деликатное. И оно не такое, как у других моих хайлайтеров. Деликатное свечение. Кожа кажется подсвеченной. Не так, как вот у меня есть сухой хайлайтер от Муа. И когда его наносишь, видно, что что-то нанесено. Здесь такого нет. Здесь очень деликатно подсвеченная область. Ну, в общем, выглядит это вот так вот. Мне кажется, очень красиво. Очень, очень даже обалденно. Я, честно, я не ожидала такого вот. От какой-то дешевой косметики. Эта косметика дешевле даже, чем Эльф, Муа и какие-то другие марки. Поэтому я и не особо ожидала. Вот видите, я не особо выкручиваю сейчас. Я крутила до этого, да. И продукт все выходит и выходит и выходит. Хотя я уже не кручу давным-давно его. Он мне очень нравится. Потому что его абсолютно не заметно на лице. Именно как сам продукт. А кажется, как будто у вас просто сияющая кожа. Это так обалденно смотрится. Я, честно, я в восторге. И в дополнение к моему макияжу я, конечно же, нанесу вот этот бальзам-блеск-помаду от Catrice. У меня, кстати, оттенок 0.30 Don't Think Just Pink. В таком легком розовом оттенке. Я очень колебалась, потому что у них есть какие-то помады. Серия помад тоже очень кремовых. Я ее, когда начала тестировать на руке, я просто ее схватила и хотела уже купить. Но взяла все-таки вот эту, потому что очень хвалили их. И все-таки хотелось попробовать. Но ту помаду я в любом случае куплю. Потому что не хотелось много средств для губ брать, так как у меня их и так достаточно. У меня на губах до этого был нанесен бальзам. Я его просто промокну рукой. И пробуем. Наносится действительно как бальзам какой-то. Хочу отметить очень приятный запах. На камеру сразу вижу, что дает какой-то цвет. Но в жизни он очень-очень бледный. Поэтому я немножко наслоила. Ощущения очень приятные. Действительно, какой-то бальзам. Мне кажется, очень гармонирует этот оттенок блеска бальзама с румянами. Обалденная вещь. Здесь ее, кстати, 2,5 грамма. Довольно-таки полноценный продукт. Полноценная помада. Мне кажется, такой макияж вполне годится выйти куда-либо. Я считаю, что довольно-таки неплохо все выглядит. Как вы считаете? Я очень довольна всем, что купила. Честно вам скажу. Конечно, есть некоторые нюансы. Такие, как немножко светлый консилер. Но на лице сейчас я вижу, что он слился. И незаметно вообще, что у меня область под глазами как-то отличается от всеобщего лица. Пылят немножко румяна. Но это может быть также и минус кисти. Поэтому этот момент я пропускаю. Я как-то не всегда, кстати, особо обращаю на этот момент внимание. Но его озвучу вам. Довольна тем, как я выгляжу. Мне это нравится. Я жду ваших комментариев, как вам это все. И вот такой, в принципе, наряд я выбрала на сегодня. Подходящий, я считаю, к этому макияжу. Очень спокойный, очень женственный, очень легкий. Прошло у нас буквально полчаса после съемки видео. И я планирую ходить какое-то время длительное с этим макияжем. Сегодня я выходная, собираюсь выйти ненадолго по делам. Сейчас у нас час дня. Я вернусь к вам через какое-то время. 7 часов вечера, как вы можете видеть. И что я скажу о общем виде своем. Вид нормальный. Консилер под глазами именно. Немножко скатывался ближе к водной линии, к росту ресниц. Он даже не скатывался, а как-то там исчез куда-то. И осталась просто такая суховатая пленочка немножко. С теми консилерами, которые у меня были до этого, такого результата не было. Так что могу советовать вполне. Блеск, понятное дело, он быстро сошел. Его очень быстро можно не наблюдать на губах. Румяна также остались на лице. Хайлайтер, как можно видеть, тоже остался на лице. Консилер тоже, поэтому... КОНСилер